В свои 80 они все еще полны чувств. Евгений и Алевтина Киевицкие прожили рука об руку 60 лет. Воспитали двух дочерей, помогают трем внукам и дождались правнучку. Познакомились будущие супруги еще на школьной скамье, но, признается глава семьи, дальше дружбы и отношения не развивались. Все закрутилось чуть позже, как это было модно на танцах. И в 1960-м подали заявление в ЗАГС. Я учебу закончила, думать или мне ехать по направлению. Решили так? Не хотела, решили. Не хотела уезжать от меня. Даже все трудовые годы, а это почти полвека, супруги провели вместе. Евгений Иванович трудился на Бобруйск-Сельмаш около 10 лет. Сюда же забрал жену. Затем оба перешли на контакт Бобруйск, где проработали еще порядка 35 лет. На пенсии супруги тоже ни на шаг друг от друга не отходят. Вместе смотрят телевизор, читают газеты и, пусть не так часто, выходят на прогулку. Людям читать Бобруйское житё. Выписываем часто. Покупаем, если забываем выписать. 31 января Киевицкие празднуют бриллиантовую свадьбу. За шесть десятков лет, признаются, бывало всякое. И ссоры, и примирение, горести, и моменты безмятежного счастья. Через всё они проходят вместе. Главный секрет успешной семейной жизни, убеждены супруги, умение прощать и находить компромисс. Уважать и любить один одного – в этом будет залог и здоровья, и долгих лет жизни. Особенно, когда похожие по характеру люди, как мы с тобой. Ты овен, я козерог. И так и получается. В жизни оно всё. И один упрямый, и другой упёртый. И всё же, несмотря на недомолвки, озираясь назад, оба вспоминают лишь хорошее. Жизнь, говорит Алевтина Анатольевна, слишком коротка, чтобы тратить её на обиды. А супруг добавляет. Лучше закройте глаза, досчитайте до десяти и отпустите всё, что кипит. И вместо злых слов скажите «Я тебя люблю». Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Субтитры сделал DimaTorzok